Факты в лицах на Тагил ТВ. Сегодня у нас разговор о той поддержке, которую наш город оказывает бойцам, находящимся на специальной военной операции. О поддержке их семей поговорим мы и на другие темы, касающиеся патриотического движения. В студии у нас сегодня директор городского дворца молодежи, на котором лежат многие из перечисленных задач, Татьяна Макрецова. Татьяна Николаевна, добрый день. Добрый день. Близится к финалу 2023 год. Наш город продолжал оказывать помощь фронту. Вы, как говорят, на передовой и тыловой поддержке находитесь. Чем помогали российским воинам? Что направляли из Нижнего Тагила в городском дворце молодежи? Находится одна из точек, где собирается гуманитарная помощь. Я бы начала, во-первых, с того, что с 12 октября 2022 года на базе городского дворца молодежи создан штаб помощи мобилизованным семьям, военнослужащим, находящимся сейчас в зоне специальной военной операции. И деятельность направлена в основном на поддержку семей здесь, в тагильчан, находящихся, пока военнослужащие защищают рубежи нашей Родины на Донбассе. Одна из, конечно, вторых точек направления деятельности – это сбор и отправка гуманитарной помощи. За вот уже более года этой деятельности в зону специальной военной операции на Донбасс, в Луганск, в Донецк было отправлено более 22 машин из Нижнего Тагила. Они уходят регулярно. За прошлый месяц ушло 4 машины. Уходят как большими фурами, так и малыми. Ездят не только организации, отправляют, но и сами жители тагильчане. Вот буквально на следующей неделе, в декабре, уходит очередная машина. Андрей Банников поедет со своей организацией «Искры жизни», повезет сам гуманитарную помощь. Это у него уже не первая отправка будет. И точно так же администрация города Нижний Тагил отправляет машины в декабре. Будут две отправленные машины. Это и в госпиталь Луганска, и в Донецком. Военнослужащим в зону специальной военной операции. Точно так же обращаются непосредственно к нам в штаб и жители, чтобы мы помогли что-то собрать. Они едут своими машинами небольшими. В декабре уедет еще один отец военнослужащего. То есть отправляются сами семьи, родители. Уезжают туда, уже знают пути, выходы, где, куда, что, как доехать до Донецка. И мы, конечно же, помогаем все, что есть. Например, вот что везете туда, какие грузы собираются? Вот смотрите, допустим, для госпиталя Луганска это, конечно, в первую очередь медикаменты. Перевязочные материалы, расходные материалы. Все, что дорогостоящие и необходимые расходники, они уходят только так. Марли, бинты, шприцы, маски. Все, что такое, расходники. Медикаменты. Далее, военнослужащим, конечно, отправляются сейчас впереди зима. Теплая одежда им необходима. Продукты питания. Просят, конечно, дорогостоящие оборудования, как тепловизоры, бронежилеты и там такое военно-специальное оборудование. Таких технических возможностей, финансовых, конечно, у штаба нет, чтобы закупить. Но по возможности приобретаем и отправляем. Также отправляются, уже не одна отправка была, это машины, это УАЗики переделанные для фронта, это и другие машины, Нива, мотоциклы. Автобусы те же самые, да, для перевозки. Автобусы те же самые, конечно. Отправляются много чего. Вот, кстати, Вы упомянули уже штаб «Мы вместе», почти два года, ну не два года, а год, да, получается, работы с семьями. Приобретен значительный опыт. Как сейчас отстроена работа? Что можете сказать? Как с семьями наложен контакт? Если год назад сравнить тот период, когда только начиналась эта деятельность, работа, была очень сложная, непонятно, в какую сторону идти, где нормативная база только формировалась, с кем взаимодействовать, на какие вопросы отвечать. Вопросы касались, конечно, выплаты денежного удовольствия мобилизованным военнослужащим, контрактникам. Бытовая помощь была необходима. Сейчас работа как бы уже более-менее налажена, отстроена. Многие знают адреса телефона, куда обратиться, прийти, как и позвонить, так и очно можно прийти в штаб. В более полугода мы уже работаем совместно, плотно с прокуратурами районов Ленинска-Тагистровского. Еженедельно по вторникам у нас проходят очные приемы. По сложным случаям отрабатываем заявки семей. Если вдруг на каком-то уровне нужно, чтобы прокуратура подключилась, через военную прокуратуру воздействовать по каким-либо проблемным вопросам. Если невозможно, нам отработать эти обращения и заявки. Работы много. Также бытовые вопросы возникают. Побелить, покрасить, прийти, оказать какую-то гуманитарную помощь. Точно так же продуктовые наборы. Другая сторона деятельности – это, конечно, и досуговые мероприятия. Буквально на прошлой неделе, 21 ноября, семьи опять приходили в Нижний Тагильский цирк на открытую репетицию. Это уже была вторая такая встреча. В данном формате очень интересно. Семьи очень активно участвуют в таких подобных мероприятиях, где есть возможность прийти, поучаствовать, пообщаться с артистами, выйти на арену, задать любые вопросы, пофотографироваться. И, конечно, у нас впереди Новый год. Планируем достаточно много активных мероприятий с подарками, с награждениями, с ёлками. Но если учесть, что в прошлом году у нас полностью цирковое представление в Нижнем Тагильском цирке было посвящено именно семьям мобилизованных. Но за целый год, есть такая статистика, заключенные контракты, добровольцы уходят, и военнослужащих, и семей, и детей становится всё больше, больше, больше. Одного представления нам точно не хватит. Цирк с удовольствием бы впустил всех и показал бы представления новогодние, и подарки были бы всем, конечно, вручены. Но для одного представления полутора тысяч мест не хватит. Поэтому сейчас как бы ведутся, в этом году, да, переговоры ведутся с администрацией Нижнего Тагила, с администрацией цирка на то, чтобы сделать несколько представлений, чтобы никто не остался в стороне, чтобы каждый смог поучаствовать хотя бы один раз в каком-то новогоднем спектакле представлений. Кто-то поедет на ёлку губернатора, кто-то сможет поучаствовать в наших спектаклях Дворца молодёжи, в спектаклях учреждений культуры, которые сейчас готовятся, и обязательно все получат подарки. В том числе и от депутатов Нижней Тагильской думы, и от депутатов Законодательного собрания, и от благотворительных фондов. Они очень активно, ну и, конечно, предприятия, спонсоры, активно идут навстречу в преддверии Нового года, праздника. Вот Вы уже заговорили о том, что намеревается сделать Городской дворец молодёжи, и как участвовать в таких акциях. Какие ещё проекты, в которых в течение года, которые реализовал Городской дворец молодёжи, вот патриотического направления? Если Вы помните, на базе Дворца молодёжи по распоряжению, по постановлению главы города, создан учебно-методический центр «Авангард» патриотический. Теперь это у нас будет площадка для работы со школьниками. В плане начальной военной подготовки мы закупаем оборудование. Это и автоматы Калашникова, макеты автомата Калашникова. Это и винтовки пневматические, это и пули, шашки, дымовые гранаты. Это и винтовки для обучения курсов начальной военной подготовки. У нас уже прошла летняя игра на базе загородного оздоровительного лагеря «Золотой лук». Игра тактической на местности для военно-патриотических клубов, для кадетов. С перестрелкой. Да, конечно, со штурмом, со взятием, с марш-броском, с потерями и со всеми приближенные к военным условиям. Да, кто-то может не согласиться, что зачем мы это делаем, но условия таковы. Раньше, когда мы в школе в советское время учились, у нас была начальная военная подготовка. И мы могли, когда надо, встать на защиту своей родины, своего дома. Сейчас у нас очень непростые времена, и я считаю, что хорошо, все, что забыто и старое, нужно к этому возвращаться. Ну и владеть автоматом, да, знать, как зарядить. Ну, как минимум, там и физическая подготовка есть. Не только автомат, не только гранатомет, не только беспилотники. Мы планируем закупить также несколько комплектов беспилотников. Это сейчас такая технология. Ну да, без которой на линии бы соприкосновения. И обучать детей даже пользоваться беспилотниками. Проходили у нас патриотические форумы в этом году, в октябре месяце на базе Дворца молодежи, где один из мастер-классов был с беспилотниками. Студентам, школьникам, детям очень понравилось. Они никогда его не держали в руках, а тут была возможность взять им, поуправлять, сделать определенные манипуляции, вещи технически. Это очень сложно. Недавно вы участвовали в работе форума городов-побратимов. Где таковой проходил, о чем, собственно, там шел разговор? Осенью я в составе делегации от Нижнего Тагила приняла участие в форуме городов-побратимов. 12-й форум проходил в Бресте с 28 по 30 октября. В нем приняло участие 24 белорусских города и 64 представителей делегаций российских городов. В принципе, большая была насыщенная программа. Три дня работы в секциях. В основном это были и памятные мероприятия, посещение Брестской крепости, возложение цветов к Вечному огню мемориалу. Это и участие в культурно-досуговых мероприятиях. Деловые секции, деловые площадки проходили. Вообще, стоит сказать, что Брест является городом-побратимом Нижнего Тагила. Очень приятно было впервые в нем побывать, посмотреть на братьев белорусов, которые очень по-доброму относятся к россиянам. Пообщаться с жителями. Они на самом деле нас любят. Они за нашу страну, за Россию. Очень тепло отзываются и о президенте нашем Владимире Владимировиче Путине. И вообще считают, что мы ведем правильную политику с Западом. Впервые в рамках этого форума у нас была встреча молодежных делегаций проходила. То есть сам форум городов-побратимов, он проходит уже 12 раз, 12 лет. Разные площадки были выбраны. Это и города Белоруссии, это и города России. И впервые решили собрать молодежь активистов патриотического воспитания, чтобы можно было обменяться опытом, посмотреть, что в каких городах проходит, какие есть проблемы, трудности и чем-то можно помочь практиками обменяться. Впервые в этом форуме приняли участие делегации из Луганска, из Крыма приехали, из Горловки, Мариуполя, Донецка. Но и город-побратим Луганск точно так же в полном составе делегация была большая. Было очень интересно. Мероприятия российского масштаба, российского уровня. В каких вы участвовали, представляли наш город в этом году? Полагаю, наверное, тоже какой-то патриотической направленности были. Да, патриотической направленности. Я еще принимала участие во всероссийском семинаре в городе Великий Новгород. Он проходил в октябре месяце. В рамках федерального проекта «Бессрока давности». Слышали что-нибудь такое об этом проекте «Бессрока давности»? Что-то да, но не столь подробно. Этот проект реализуется уже на протяжении чуть более трех лет Роспатриотом Москвой. Направлен на увековечивание памяти о мирных жителях, казненных, расстрелянных немцами в годы Великой Отечественной войны. Все мы прекрасно знаем, что на оккупированных территориях Советского Союза происходил геноцид мирных жителей. И в Великий Новгород он был оккупирован на протяжении нескольких лет. Когда был освобожден, когда советские войска зашли в Великий Новгород, они живых увидели только около 50 человек. Все остальные были расстреляны, жители, либо вывезены в концлагеря, либо еще каким-то образом уничтожены. В Великом Новгороде есть такое памятное мемориальное место расстрела мирных жителей, где с 1942 по 1943 год было расстреляно, уничтожено около 3,5 тысяч жителей. Только за этот маленький период. И мы как раз ездили, семинар наш начался с того, что нас привезли в это место, в деревню Жестяная Горка, где эти жители были уничтожены и расстреляны. На протяжении нескольких лет, там до сих пор проходят поисковые экспедиции, достаются останки. Эти останки все должны быть увековечены. Во-первых, пытаются найти, идентифицировать, если возможно, имена, не всех возможно идентифицировать и понять, кто там погиб, кто был расстрелян. Много детей было найдено, женщин очень много, стариков очень много расстрелянных, казненных. Именно вот в этом месте Жестяная Горка, 3,5 тысячи человек. Татьяна Николаевна, какие мероприятия патриотические намечаются в городском дворце молодежи на декабрь? В последний месяц этого года. 1 декабря, в эту пятницу, мы проводим очередную игру на местности военно-патриотическую для кадетов, участников военно-патриотических клубов. Она будет проходить у нас на базе «Спартака». Она у нас ежегодная по дисциплинам начальной военной подготовки. Также мы планируем 5 декабря в России отмечается День добровольца. Планируем наградить, отметить благодарственными письмами главы города, администрации города с участием Владислава Юрьевича активистов, волонтеров, штаба «Мы вместе», а также волонтеров событийных событий. В Нижнем Тагиле ведут свою деятельность порядка более 25 разных волонтерских организаций с охватом около 2000 человек. То есть волонтерская деятельность в Нижнем Тагиле, я бы сказала, представлена очень широко, активно. Также мы планируем 9 декабря, в День Героев Отечества, провести ряд мероприятий патриотической направленности. С утра в 10 утра мы будем проводить митинг на набережной у памятника воинов, погибших в локальных войнах планеты, приуроченный к Дню Героев Отечества. И будем открывать новые фамилии на пилонах погибших в специальной военной операции. То есть на данный момент там размещены 22 фамилии, и 9 декабря 18 фамилий к ним добавятся. Такое хорошее мероприятие, патриотическое, но немножко с грустью. И в этот же день, 9 декабря, во Дворце мы проведем патриотический форум в рамках Дня Героев Отечества. Еще мы сегодня объявили акцию, так как в декабре у нас уйдет порядка 4 машин в зону специальной военной операции, в Луганск, в госпиталь, среди школьников, воспитанников детских садов, среди студентов, работающих молодежи, да и просто жителей Нижнего Тагила, мы объявили акцию «Открытка солдату», приуроченную к 9 декабря День Героев Отечества, но и к Новому году. Поздравить, какую-то частицу тепла отправить от тагильчан туда на передовую. Вот еще одно мероприятие, о котором тут уже стало известно. В Нижний Тагил приезжает группа Новороссия, да, и солист Романа Разум. Что вы знаете об этом, где будет выступать? Патриотический концерт группы Новороссия и Романа Разума ансамбля 2-го гвардейского армейского корпуса Луганской Народной Республики пройдет 20 октября в дворце Окунево в Дзержинском районе. Приурочен концерт будет к празднованию Дня работников органов безопасности Российской Федерации. Проводят организаторы концерта, патриотического является администрация города и благотворительный фонд «Первый». Вход будет по пригласительным. Возможность посетить есть, и я призываю всех принять участие, послушать патриотически хорошие песни. Ну что ж, благодарю вас за участие в нашей программе, о поддержке бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, а также о патриотических акциях, нам рассказала директор городского дворца молодежи Татьяна Макрюцова. Всего доброго, оставайтесь на Тагилт-В. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова